МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! 3 октября, понедельник, на часах в Якутске 19.08 Прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Мы принимаем сегодня ваши звонки в прямом эфире. Телефон вы видите на своих экранах 35 33 10. Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха-Якутия по геологии и недропользованию Виталий Калашников, Виталий Васильевич. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Здравствуйте, здравствуйте, живые зрители. Виталий Васильевич, не могу не спросить, и с этого, собственно говоря, начну. Какова кадровая обеспеченность отрасли? Подоплека вопроса, она в том, что если раньше шли и становились геологами, может быть, там играла свою роль какая-то романтика, она, наверное, сейчас не играет такой основной роли. Поэтому и спрашиваю, как с кадрами? Ну, с кадрами напряженно в отрасли. В основной контингент основных специалистов – это пожилые люди, очень пожилые люди. То есть из тех времен? Да, из тех времен советских, которые были романтиками и которые остались верны профессии. Молодежь приходит ежегодно, наш Северо-Восточный федеральный университет выпускает порядка 70-80 геологов разных специальностей. Если бы все они оставались в геологии, то кадровая проблема была бы решена. Ну, то есть не существовало бы кадровая проблема? Да, я бы не существовала. Не все приходят? Приходят не все. И те, кто приходят, как правило, долго не задерживаются, уходят из-за тяжелых условий работы, из-за не очень высоких заработных плат, средних по республике. Мне как-то хочется изменить эту ситуацию, чтобы отрасль наполнялась кадрами и людьми. Вы делаете наверняка что-то в этом направлении? Да, конечно. Ну, здесь в первую очередь нужно привлекать деньги в геологическое изучение. Деньги у нас идут из трех источников. Федеральный бюджет, республиканский бюджет, собственные средства недропользователей. Лучше всего получают те, кто работает за счет собственных средств недропользователей. Те специалисты, геологи получают больше. Те, кто сидят на бюджете, естественно, получают меньше. Понятно, понятно. Давайте перейдем к законодательству в недропользовании. Что нового в этом плане принес 2016 год, который, ну, в общем, уже на излете практически? Ну, в 2016 году, да и в 2015 году, в целом, в нормативно-правовом плане, произошли достаточно резкие, скачкообразные, можно сказать, изменения. Министерство природных ресурсов Российской Федерации внесла изменения в приказ 61-й, который касается права представления недропользования на геологическое изучение. Теперь внедрен, так называемый, заявительный принцип подачи. То есть, любой недропользователь может взять пустой участок, участок, на котором нет балансовых запасов, прогнозных ресурсов высоких категорий, для геологического изучения. Провести там поиски, оценку, вы, если выявят месторождение, по праву первооткрывательства оформить лицензию на разведку и добычу и стать уже... То есть, это может сделать практически любое юрлицо или это юрлицо... Любое юрлицо, обладающее возможностями. То есть, то, что юрлицо обладает кадровыми и финансовыми, и техническими возможностями, это не снимается. Это обязательно условие... И это надо подтверждать? Это надо подтверждать документально. Какие еще? Вот, ну, например, между Федеральным агентством по недропользованию и правительством Республики Саха-Якутия заключено соглашение о передаче правительству Республики осуществления отдельных полномочий. Ну, каких? Да, эти полномочия, передачу этих полномочий Республика Саха-Якутия добивалась давно. Это лицензирование подземных вод. Всех с 1 января 2015 года субъектам Российской Федерации передали участки недр местного значения по подземным водам до 500 кубов. А вот этим распоряжением Республику, так же, как перед этим отдали Москве, Ямало-Ненецкому округу и Крыму, все подземные воды. Кроме этого, Республике передали лицензирование палеонтологических остатков мамонтовой кости. Мы об этом поговорим чуть-чуть дальше. Ну, и еще ряд полномочий по выдаче справок и заключений на строительство в пределах горных отводов, в пределах уже лицензионных участков. И этим занимается Госкомитет? Этим будет заниматься Государственный комитет палеонтологии. Потому что распоряжение подписано в августе. Де Юра, оно как бы вступило в силу. По факту мы сейчас приводим в соответствии нормативно-правовую базу, передаем полномочия, принимаем от федералов, федеральных органов власти. Ожидаете наплыва какого-то? Ну, пока сложно сказать и оценить. Мы в процессе пока. Скорее всего, начнем реально работать с 1 января следующего года. Хорошо, мы продолжим, собственно говоря, нашу программу. У нас впереди будет еще время поговорить о многом. Сейчас реклама на канале НВК. Вновь с вами Ариана Событий. Я напоминаю, что сегодня в прямом эфире в гостях первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха-Якутия по геологии и недропользованию Виталий Васильевич Калашников. Виталий Васильевич, давайте продолжим в плане законодательства то, что еще необходимо сказать о произошедших изменениях. Да, еще такое знаковое событие. Мы на уровне субъекта, точно так же, как и федералы, внесли заявительный принцип передачи для геологического изучения участков недр. Мы внесли изменения в 213-е постановление правительства. И теперь тот, кто первый подаст заявку, тот и будет проводить геологическое изучение недр на каком-то участке, если его заинтересует. Если таких заявок, вы имеете в виду, несколько? Да, если будет 2-3, то по праву первоподачи. Понятно. Ограничения 1 квадратный километр по площади и других ограничений нет. Ну и отсутствие балансовых запасов и прогнозных ресурсов высоких категорий. Что-то еще важное? Нет, ну вот это основное. Ну и кардинальных, да? Основное это так, приведение соответствия. Хочу вас спросить, что такое, ну просто это обывательский на самом деле вопрос, что такое недра местного значения? К участкам недр местного значения в соответствии с федеральным законом Российской Федерации о недрах относятся все общераспространенные полезные ископаемые. Они сведены у нас в перечень, которые подписали двух сторон МПР и Республика. Участки недр с подземными водами до 500 кубов, уровнем добычи суточным. И участки недр, которые используются для строительства и не связанные с недропользованием. Ну это заказчика подземных вод, допустим. Да, да, да. Вот это участки недр местного значения. Каковы наиболее существенные нарушения закона о недрах? С чем вы сталкиваетесь? Ну наиболее существенное и значимое для нанесения вреда, это, конечно, безлицензионное недропользование. Это когда недропользователи копают, где придется, что придется. Как правило, строители строят дороги, строят какие-то инженерные сооружения, отсыпают. Без согласований. Не то, что без согласований. Они отсыпают, чем попало, а потом могут возникнуть какие-то недоразумения. И тем грунтом отсыпано, не соответствующими и так далее. Ну и естественно, безлицензионное недропользование карается по кодексу штрафом от 800 тысяч до 2 миллиона рублей. Ну и как административные правонарушения. Понятно. Комитет является надзорным органом? Да, да. У нас есть специальный отдел. Проблемы в надзоре каковы? В надзоре? Ну, у нас проблемы. Территория большая, инспекторов мало. За всей территорией не уследишь. Поэтому мы стараемся более тесно общаться с другими надзорными органами. С департаментом по лесному хозяйству, смина охраны природы. Они выявляют, нам сообщают. Мы что-то видим по их отрасли, им сообщаем. Есть, насколько я знаю, некий дисбаланс в сроках привлечения к административной ответственности. Да. Поясните. По кодексу административных правонарушений срок привлечения к наказанию за нарушение в недропользование всего 2 месяца с момента их совершения. Как правило, еще раз сказал, территория большая, пока выявишь, пока до нас эта информация дойдет, пока мы своего инспектора отправим. Ап уже все. Да, и уже привлекать поздно. Поэтому мы сейчас провели предложение для федерального законодательства. Два проекта у нас, законов, лежит в Госдуме на рассмотрение. В том числе по увеличению срока привлечения к административному наказанию. Вы не знаете, в этом году будет рассматриваться, в следующем? Он в работе. Он в работе. Он там, по-моему, первое чтение уже где-то прошел. И сейчас пока сложно сказать, в каком состоянии он будет. Хорошо. Была упомянута добыча мамытовой кости. Систематизирована она или нет? Находится ли она в большей или в меньшей степени в ведении незаконных группировок, скажем так? Ну, не сказать, что незаконных группировок. По республике в этом году оформлено более 400 лицензий на право сбора, не добычи, а сбора. 400 лицензий. 400 лицензий. На право сбора единичных остатков мамытовой кости, палеонтологических остатков. Всего этим занимаются легально у нас 54 недропользователи. Ну, вот на 1 августа данные. Я не понимаю, 54 недропользователи? У каждого по 5, по 10 участков может быть. Потому что лицензия дает... На участке? Да, да, да. Там у кого 10, у кого 1 участок. Одна лицензия дает право собрать до 10 остатков образцов. А вот вы сказали, не добыча, а сбора. А разница в чем? Ну, добыча это приводишь технику, добываешь, копаешь. А сбор это то, что лежит на поверхности. Чего нашел, собственно говоря. Да, попутный сбор или сбор. Ну, этот способ традиционно применялся народами севера, которые и в царское время собирали эту мамонтовую кость, моржовый клык, как назывался. И сдавали, и деньги получали за это. И сейчас собирают. Большая часть у нас недропользователей, это родовые общины, которые владеют землями, там же охотятся, где ведут традиционный образ. Там же они же и собирают. А вот вы говорите, большая часть. Это понятно, что родовые общины, это среди тех, кто имеет на руках эти лицензии. Можно ли что-то говорить о том, больше ли с лицензиями людей или больше без лицензии людей занимаются этим? Ну, вот тут я не могу сказать. Потому что надзором, над этой деятельностью занимается Росприроднадзор, должен заниматься. До сих пор они не занимались, потому что лицензии выдавались на полгода. На полгода? Да, всего на полгода. А Росприроднадзор может заниматься только через три года, после начала деятельности. Ну, формально не приступали. С этого года мы в республике договорились, определенный у нас совет, такой координационный, при Якульском природоохранном прокуроре, договорились, что лицензии будем выдавать на пять лет. То есть, в этом году выдали, через три года начнет проверки первые. А что нужно сделать, Виталий Васильевич, с чем я должен прийти, с какими документами? Что я должен подтвердить этими документами для того, чтобы заниматься сбором? Набор документов тот же самый практически, что и для получения лицензии на другие виды полезных товаров. Стоп, но ведь это сбор, а не добыча. Да, но законодательство не выделяет сбор, а лицензирование идет по одним и тем же законам, что сбор, что добыча. То есть, тот, кто желает собирать, должен представить свои возможности, технические, наличие транспорта, наличие моторки, если она потребуется, наличие геолога, специалиста, который может оценить и так далее. Все это недропользователь должен представить документарно. Ну хорошо, а если найдется, или найдутся такие организации, люди, которые представят себе документарно, долго ждать лицензии? Как это? 30 дней у нас по регламенту. 30 дней? Да, все документы представляются к нам в комитет, мы их рассматриваем, в течение двух недель выносим свое решение и отдаем ИКУТ-недра, территориальное управление федерального органа на согласование и выдачу лицензии. Они осуществляли до этого. Сейчас вот они будут согласовывать, а мы потом уже выдавать лицензию. Ну, может, дней 5-7 попытаемся сократить на этом процессе. Я хочу напомнить нашим зрителям, что номер телефона в студии 353310. На всякий случай. Продолжаем. Часты ли факты, часты ли факты самовольного пользования недрами? Таких мы выявляем, ну, 2-3, иногда 5. Ну, то есть, это единичное, ну, во всяком случае, из выявлено. До определенного момента было очень много, очень часто. Сейчас, когда вот ввели штрафы практически драконовские, ну, до миллиона рублей для недропользователя, которые добывают ОПИ, это очень много. Это очень много. Ну, и плюс публичное наказание, это достаточно широко обсуждается и в СМИ, и через прокуратуру. Немножко успокоило таких вот недропользователей, которые хотели. Вот, сейчас мы придем, все тут, ха-ха, быстренько сделаем. Понятно. Сейчас достаточно успокоились. Хочу спросить, недропользование на месторождениях нефти и газа в республике Сахай-Акутия, что там? Ну, у нас недропользование на углеводородное сырье. Да. Это доходная отрасль для нашего бюджета. Это стратегическая отрасль, да. Да, вышло на второй или даже на первый уровень. То есть, если раньше мы ценили добычу алмазов, то сейчас добыча нефти и ожидаем добычу газа. То есть, где-то с 2019-2021 года мы ожидаем внедрения в разработку чейн-динского месторождения с уровнем добычи до 22-25 миллиардов кубов в год. Сейчас мы добываем где-то 2 миллиарда по всей республике, и нам хватает. Недропользователи проводят геологическое изучение. Очень немного времени остается. Я прошу прощения. Давайте примем звонок зрителя и будем завершать. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос к гостю. Здравствуйте. Это город Якутий. Город Якутий. Я хотела спросить, да, вот недровые наши в годы, там, изучаются какой-то лобосторией, и качество недровых в отпуске? Качество воды, да? Какие качества воды? Изучаются в Якутии, в Якутии? Ну, хорошо. Ну, давайте попробуем. У нас минуты до конца, попробуем ложиться. Да, обязательно проходят химический анализ в соответствии с Анпину. Если вода не соответствует, значит, подземные воды признаются непригодными для питьевого, хозяйственно-бытового обслуживания. И для того, чтобы их привести в соответствие, разрабатывается специальная технологическая схема для приведения в соответствие. То есть прорабатывается методика системы очистки. Только в этом случае запасы подземных вод принимаются на баланс. И потом, когда недропользователь, который принимает эту скважину для добычи, должен прорабатывать эту технологию очистки. Наше время истекло, к сожалению, Виталий Васильевич, пролетело оно быстро. С вами была «Арена Событий». Все вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok